Сделано за решеткой, 35-я колония расширяет производство и готова составить конкуренцию обычному бизнесу. Как поставляют продукцию на волю, расскажет Марина Конодакова. В этой пекарне хлеб получается не менее ароматным и хрустящим, чем на воле. И даже качественнее, уверяет руководство 35-й колонии. Производство продукта номер один здесь налажено согласно ГОСТам. Правда, для этого пришлось сначала набить немало шишек. Работают сами заключенные. Учить профессии их пришлось с нуля. Иван Грошев раньше был штукатуром-маляром, теперь один из незаменимых работников пекарни. У меня родители работали тоже на пекарне, на хлебозаводе. По их стопам уже поднимаюсь. И сюда прибыл в колонию, тоже пригласили сюда же работать. Хлеб расходится по отрядам и за пределы колонии. В этом году исправительное учреждение выиграло конкурс и поставляет продукт в 11 детских садов Абакана. А еще здесь выращивают овощи и разводят домашний скот, благодаря чему это и другие колонии практически полностью обеспечивают себя питанием. Также заключенные чьют постельные принадлежности, делают изделия из дерева, бетона и металла, а также тротуарную плитку и бордюры. Произведенная колония продает и за пределы Хакассии. Вот эти остановки и общественные скамьи закупил город Минусинск. Всем этим занимается Центр трудовой адаптации 35-й колонии, в котором трудится более 100 заключенных. У нас осужденные все трудоустроенные в соответствии с нормами трудового права, в соответствии с нормами трудового законодательства. То есть все осужденные получают заработную плату, все осужденные обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, проходят все требуемые инструктажи. Соотношение цена-качество у такого производителя в ряде случаев лучше, чем у обычного бизнеса. И у службы исполнения наказаний есть желание расширить рынок сбыта. Этот вопрос управление сейчас прорабатывает с правительством и Верховным советом. В использовании труда заключенных представители службы видят только плюсы. Из того, что заработано, нарушители закона могут гасить долги по алиментам и причиненному ущербу. Остаток копится на счете, и к концу срока человек выходит на волю, с пусть и небольшим, но капиталом.